Всем привет! В этом видео я покажу, как работает урон и бронебойность в филе Толифонлайн. Я уже делал подобное видео, но там все было представлено в таблице в Excel, поэтому я решил переделать это видео, чтобы оно было более информативным, более понятным. Итак, начнем. Когда вы берете любое оружие, у вас будут написаны базовые значения. То есть, если я возьму разряженный Спас 12М2, у меня будет написано урон 350-600, бронебойность 9-20. Я заряжаю этот Спас пулями 12-го калибра М1, которые имеют сами по себе урон 400-500 и бронебойность 35-50. В итоге Спас с заряженными этими пулями уже имеет урон 600-850 и бронебойность 40-60. Вы, если хотите найти тут какую-то связь, то можете не искать, ее тут нет, потому что значения финальные, которые получает оружие с определенным типом патронов, подгоняются разработчиками во имя баланса. Тут никакой формулы хитрой нет. То есть, единственное, что нас интересует для расчета урона, это показатели заряженного оружия, то есть урон 600-850 и бронебойность 40-60. Теперь, как влияет на это все прокачка? Здесь речь идет о прокачке конкретного оружия, а не всей ветке типа оружия. То есть, чем выше у вас прокачка, допустим, того же Спаса, тем больше у вас будет урон. То есть, если у вас значение прокачки ближе к нулю, у вас урон будет 600 или около того. То есть, если ближе к 100%, то будет 850, ну или около того. То же самое происходит и с бронебойностью. Но! С бронебойностью не все так просто. Бронебойность еще зависит от дистанции стрельбы. Если вы посмотрите описание оружия, у вас есть бронебойность, но у вас еще и написан такой параметр, как эффективная дистанция стрельбы, или эффективная дальность. У Спаса она 50 представляет. То есть, это значит, что от 0 до 50 метров Спас демонстрирует максимальную бронебойность этим патроном. Как только мы уходим дальше 50 метров, бронебойность, соответственно, падает. Точное значение этой формулы падения бронебойности мне неизвестно, но просто знайте, что эффективность оружия с дистанции падает, что, собственно, логично. Теперь, мы говорили про прокачку конкретного оружия. А что делает общая ветка? Общая ветка у нас не влияет на базовые значения оружия, но она позволяет нам приобрести некий бонус, который распространяется на все оружие категорий. То есть, если у нас прокачка общей ветки ближе к нулю, то, скорее всего, бонуса почти никакого не будет. Вот X1 это то же самое значение, которое как бы задумывалось, которое должно вылететь. Но, если вы прокачаете все оружие на 100%, допустим, дробовики все на 100%, то этот бонус будет близок к 20% или X1.2. То есть, эти 20% это бонус за прокачку всей категории оружия. Теперь, что касается бронебойности. Рассмотрим такой вариант, что вы стреляете по человеку, у которого бронежилет RM1 и пластины SM3. Когда вы смотрите на RM1, у вас написано, что защита 50-100. На пластине SM3 защита 20-45. Они зависят только от состояния. То есть, нет никакого опыта, нет никаких навыков, которые бы вам позволили быть защищенным броней на 100, а не на 50, допустим, или там пластины на 45, а не на 20. Все зависит только от состояния. То есть, если у вас все на 100%, то будет максимальная защита. Если у вас, допустим, состояние около нулевое и этого бронежилета и пластины, то у вас будет 50 плюс 20. То есть, всего 70 брони при почти нулевом состоянии этих двух вещей. Вот. То есть, я в данном случае считаю, естественно, 100% значение. То есть, у вас отремонтирован бронежилет, у вас пластина топовая. И, таким образом, RM1 с SM3 дает нам 145 очков брони. Теперь, сама формула. Мы берем максимальное значение урона с заряженными патронами M1. У нас, как вы видели это ранее, 850 составляет, да? Дальше идет перк. Перк у старателя на урон от дробовиков плюс 18%. Мы записываем это как 1.18. Потом, у вас может быть на инженере или на снайпере второй перк. Урон от PvP. В данном случае его нет, но если он есть, вы его тоже как бы вставляете в эту формулу. Потом идет бонус прокачки. Бонус прокачки, как я уже говорил, 1.2 или 20% плюс 20%. Это за 100% прокачки всей ветки дробовиков. Теперь пробитие у нас идет 60. Это при патроне M1. И броня сама, вернее, бронежилета RM1 и SM3 у нас составляет 145. То есть, вот все, что это до 60 у нас было, все вот это произведение, вы делите на 145. Естественно, мы умножаем еще 145 на 100%. Это просто состояние брони, но, как я уже говорил, на 100%, поэтому это ничего в формуле не поменяет. То есть, по сути, это X1. Вот. И у вас в итоге получается финальный урон по противнику 498. Ну или 500. Если вы стреляете вдруг по старателю, имейте в виду, что у старателя в PvP-ветке еще есть перк минус 24% урона получаемого. Соответственно, 100% минус 24% это 76%. И вот этот финальный урон, который у вас получится в формуле, вы еще должны умножить на 0,76. Это если по старателю. Вы это можете посчитать. Вот. То есть, таким образом, зная параметры заряженного оружия и перки оружия, вы можете посчитать урон для любого типа оружия, любых типов комбинаций. То есть, там, любые броники у людей, насколько у вас большая прокачка и так далее. Надеюсь, вам это было интересно. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok